Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Возвращение цензуры на других каналах публиковать нельзя, на других платформах. А сейчас мы поговорим о, продолжаем разговор о войне в Израиле и потом поговорим о войне в Украине. Генерал Петреус, Дэвид Петреус, один из самых знаменитых генералов, считает, что израильские военные оказались в чудовищно трудной ситуации в секторе газа. Они должны извлечь уроки из горького опыта Америки в борьбе с Аль-Каидой. Но генерал Петреус знает, о чем говорит. Он с января 2007 по 2008 год занимал должность главнокомандующего многонациональными силами в Ираке. А в июне 2010 стал командующим силами США и НАТО в Афганистане. И когда он говорит, что миссия армии обороны Израиля, миссия ЦААЛа, не может быть еще более сложной, он исходит из своего опыта ведения боевых действий. А мы сейчас поговорим на эту и другие темы с нашим хорошим другом, коллегой, капитаном первого ранга ВМС США в отставке Гарри Юрием Табахом, прошлым командиром антитеррористического центра НАТО в Турции, начальником штаба специальной военной миссии НАТО. Юрий, здравствуйте, рады вас приветствовать. Шалом, Израиль. Привет, Америка. Юрий, ну вы слышали то, что сказал Петреус. На ваш взгляд, в чем была главная ошибка американцев в Ираке, от которой, собственно, он предупреждает армию обороны Израиля? В том, что у нас не было дальнейшего плана, что все сказали, о, мы победим, мы победим. Мы победили в течение двух недель, снесли Саддама Хусейна, а дальше что? А дальше ни у дипломатов, ни у политиков плана не было. И опять же, все, значит, сваливается на плечи военных. Ну и то же самое там и в Афганистане. Какой конечный план? Вот, военные должны задать вопрос. Но мы не имеем права задавать вопрос, мы должны положить приказ. Должны задать вопрос политики. А дальнейший план? Ну хорошо, мы врага уничтожили. Дальше что? Был план таков, что разгоним иракскую армию, разгоним иракскую полицию. И тогда военный, тогда министр обороны Рамсфельд спросил, ну, мы их разгоним. А зачем? И как мы будем управлять страной? После Второй мировой войны мы не разогнали немецкую армию. Да, ССовцев, СД, Гестапо, эти арестовали. И то не всех с некоторыми работали. А да, баз партии, наверное, надо разогнать, арестовать преступников. Ну, армия тут при чем? Мы с ними воевали. Они не совершали 99% из них никаких военных преступлений. Они действовали по... Согласно присяге? По присяге, да. Россия захватила Крым. Она что, разогнала украинскую армию? Нет. Она заставила их взять новую присягу. И там большинство из них взяли присягу России. Присягнули. Никогда не забуду в своей жизни, когда там 15 вот этих курсантов, мальчишек, сплотились вместе и пели украинский гимн. То есть я сказал, вот этих вы не победите. Вот все, которые изменили присяги, вам кердек. А вот эти, нет. Эти вас-то и завалят. Это этот, с десяток пацанов. Поэтому те, которые не совершали, те, которые на правильной стороне истории, так почему нет? Мы оставили японскую армию, японскую полицию после капитуляции Японии. Так почему в Ираке надо было разогнать? Из нее образовался ИГИЛ. Вот такого плана не было. И потом в Афганистане то же самое. То есть сейчас израильтяне освободят. Они освободят довольно-таки быстро, я думаю, от Хамаса. Они убьют их всех. Они их всех в лицо знают. Всех до одного. Поверьте. Там, понимаете, Юрий, там проблема, что вот сказать, кто из них Хамаса, кто нет, зачастую невозможно. Вот наши сейчас транслируют специальные кадры, показывают их мировой общественности, так называемой, как, допустим, идет минометный обстрел из газа, и они все в гражданской технице. Нет, они в гражданской, но их определяют. Есть методы определения. Держал ты оружие в руках, не держал ты оружие в руках. И у израильтян все это есть. Да там все держат. В основном верхушку они знают. Я думаю, что дом младшего офицерского, так называемого офицерского состава, они всех их знают. И они собирались. Я не хочу сейчас в это вдаваться, как вы сказали. Я имел к этому отношение. Но от этих избавиться легко. От этих избавиться легко. У вас тюрьмы забиты ими. Потом вы их выпускаете, потом вы их опять арестовываете. Вы их знаете. Дело не в этом. Что дальше вы будете с газой делать? Но вот тут уже надо решать. Здесь уже не от вас зависит. Здесь зависит от мирового сообщества. Здесь зависит от Соединенных Штатов Америки. Но Обама по этому поводу ничего не сказал. Он не принял ни одну сторону, ни другую. Мы понимаем, что сегодня в Белом доме Обама, а не Байден. И Байден уже призывает к остановлению огня. Давайте как-то гуманитарную паузу сделать там необходимо. Люди там... Ну а на ваш взгляд, вот гуманитарная пауза нужна или нет? Ну а как же, надо же там вот людей покормить там и прочее. С точки зрения военного. Ну там, да. С точки зрения военного абсолютно людей надо кормить. Нельзя людей гражданских убивать и терроризировать. Но это делать не израильская армия. В Палестинце сегодня в Газе штурмовались склады ООН. А там они набиты и двое всем остальным. Что необходимо для жизни. Набиты эти склады до крыши. Почему же ООН не выдает это палестинскому детям, палестинским женщинам? Да потому что это контролируется Хамасом. Так что ваша гуманитарная помощь к Хамасу, а не к гражданскому населению. И вернемся к Ираку, Афганистану. И мы сказали, не надо разгонять их армии. Не надо разгонять их полицейские. Но Госдеп настоял на том, что бы мы сделали. И вот что получилось. Да, сейчас израильтяне освободят Газу от Хамаса. В принципе, все арабские страны, вот Блинкин летал повсюду. Он говорит, давайте паузу, давайте гуманитарную. Это не я. Арабские страны, все вокруг говорят, никакой паузы, никакой гуманитарной паузы. Кончать с Хамасом надо. Они-то понимают, с кем имеют дело. Они говорят, пусть израильтяне сделают эту черную работу, мы потом их осудим. Но никаких гуманитарных паузов принимать мы их не будем. Ни Иордания, ни Египет. Поэтому все прекрасно понимают, что происходит новое. Все должны прекрасно понимать, откуда ноги растут. Да, сейчас вы закончите с этими бородачами, которые не умеют читать, писать, не знают, что такое туалетная бумага. И вооружены калашниковыми. Это несложно. А вот что делать с теми, кто финансирует это? С Ираном. С ценами на нефть, которые подняла сегодняшняя администрация. С Путиным, который снабжает их всем необходимым. Что делать вот с этими европейцами, которые ноют, ой, нужна гуманитарная помощь. Посылают туда, строят им. Сейчас еще раз водопровод построят. В какой раз они будут им канализацию водопровод? Проект, из которых они делают ракеты. Ракеты, которые падают им же потом на головы. Или те, которые Израиль довольно-таки легко сбивает. И падают, опять же, им на голову. Убивают и детей. Потом этих штажерных убитых детей. Они показывают, что израильтяне их убили. Сколько это будет продолжаться? Сколько это будет на наши студенты, дебилы, в университетах, заместо того, чтобы учить инженеринг, химию или какую-нибудь научную работу, изучают вот это между расовые отношения и... Межэтнические. Да, или там это гендерное осознание. Понимаете? Поэтому это... Им бы интересно туда попасть в газу. Им бы там объяснили, что такое гендерная сегрегация. Я, слушайте, а израильтяне сделали очень хорошее. Это комедийное шоу по этому поводу, про наших студентов в Уэлли, в Хагарварде и всем остальным, которые протестуют против. Почему-то нет протестов против китайцев, которые уйгуров миллионами гнобят, сейчас убивают, в концлагерях сидят. Почему-то нет протестов против турк, которые 40 миллионов человек не имеют права иметь свое государство, у которых свой флаг, свой язык, своя культура. Не то, что у арабов один язык, одна религия, все остальное. С курдами. Нет, ни одного протеста не вижу. Ни одного протеста не вижу про убитых детей Украины, про украденных детей Украины, про сожженные и уничтоженные города Украины. Где эти протесты? Почему вдруг с Хамасом такая к ним любовь по всему миру? Это что, просто такой антисемитизм, что ли, одноклеточный? Нет, но у нас в Израиле считается, что это очень четко спланированная и профинансированная пиар-компания. Конечно. А, ну, и теперь давайте правильно. Профинансированная пиар-компания. Погромы в Дагестане, в Махачкале. Где Махачкала? Где Израиль? Вдруг у них палестинские флаги появились. Они там устроили погром евреям. Правда, ни один еврей не пострадал, евреев нет. Но пострадало много других людей, самих же себя. Молодцы, отлично и погромно устроили. Откуда в СИКе вдруг вышли в защиту мусульман? Те, которых миллионами уничтожали, надо было две страны. Значит, вот вы правильно сказали, финансировано и поддержано. Теперь давайте решим кем. Говорится, хороший вопрос, Марина Сергеевна. Я думаю, что ваш любимец, генерал Масада Яша Кедми ответил на это. Это им же финансировано. Это финансировано теми, кто опустил цены на нефть, то есть поднял цены на нефть. Два года тому назад этого не было. Когда 40 миллиардов уже Иран заработал на нефть, и Россия тоже. Еще отдали им деньги, 6 миллиардов. 40 лет не отдавали Ирану, а вдруг сейчас отдали. Хазбулла стоит и протестует. Кстати, насрало, такие насрало СИСи. Откуда у них имена такие, даже неприлично говорить. Как говорится, хорошего человека насрало и не назовут. Или СИСи. Они говорят, что мы их не мочите. Даже насрало, говорит, мочите Хамас. Мы не будем вмешиваться. Так он напрямую не сказал. Ну зачем? Хорошего человека перевернуть. Нет, он сказал, что мы всех убьем. Он сказал, что вы, американцы, думаете, что мы испугались ваших авианосцев, мы их утопим. Вот он возьмет, то утопит ваш авианосцы. Я перепутал. Насрало, насрал. Аббас. Аббас сказал. Кончайте их. Ничего страшного. Махмуд Аббас, да. Кстати, извините, я вас перебиваю. Давайте, давайте, давайте закончим мысль. Давайте. Вот генерал Масада, я в кавычках это говорю, только кто-то не понимает, это я троллю Сашу. Это у нас старая такая с ним вещь. Но генерал-то настоящий. Он настоящий генерал, каким образом? А потому что при должности директора натива приравнивается в табеле о рангах генеральской должности. Нет, он генерал. Он на самом деле генерал. Та же, как цвимагент, цвимагент генерал. Я его все время называю подполковником военной разведки. Он однажды обиделся, говорит, ну вообще-то я генерал. Он генерал. Может, обижаться. А что вы главного почтальона Израиля не называете генералом? Или главного железнодорожника не называете генералом? Они точно так же приравниваются к этому. Ну, не совсем так. Как-то не совсем так. Они по гражданским рангам в государстве. Почтальон – это государственный федеральный чиновник. Главпочтамт района или, может быть, Израиля приравнивается генералом. Чего вы его генералом называете? Ну, у нас немножко не так это все. У нас главпочтамт… Это везение нас не так. Эти долбобобы, которые любят себя приравнивать к генералам. Не генералы. Приравнивайте себя. Чем он командовал? Какие операции он проводил? Чьими жизнями он рисковал? Чем он командовал? Генерал – это командир дивизии, минимум. Или хотя бы бригады. Где у него бригада была? Чем он командовал? Какие военные училища он закончил? Есть полицейские генералы, те, которые носят оружие. Тем, которые народ доверил с оружием. Вот, если народ доверил с оружием, то это у вас воинские звания могут быть. А разведчики, там, КГБшники себе призвоивают воинские звания. У нас ни ЦРУ, ни СИАИ воинских званий не имеет. Они чиновники. ФБР имеет. ФБР даже не имеет. Полиция имеет. И военные имеют звания. Те, которые вооружены. Те, которые командуют другими людьми. Посылают их на смерть. Генералом, настоящим генералом. Это оскорбление в нашу сторону. Ну, неважно. Пусть будет генералом в ваших глазах. Ну, вашего упоминавшегося генерала, тут недавно Соловьев отхлестал, как мальчишку. Так вот, да. Читая его нотацию, что такое русская армия, которая никогда не бомбит мирных жителей. Яша там пытался несколько раз вякнуть, так его затыкали, просто ему рта не дали открыть. Александр, напомню, он не мой генерал, он ваш генерал. Он у вас генерал, у меня он не генерал. У меня он предатель, трус и врун. Не может такой человек быть генералом. Ну, неважно, речь не о нем идет. И вот, значит, кто это финансирует? Кто опустил цены на нефть? Поднял. Поднял цены на нефть до такой степени. Опустите цены на нефть, дайте добывать нам опять нефть и газ. Откройте, снимите санкции с нашего северного такого Keystone Pipeline, как это было в предыдущей администрации. И цены на нефть упадут до 40 долларов за баррел, а не 100 долларов сейчас. И вы увидите, как будет происходить у душа Ирана, у души России. И, как мы говорили, Хазбулла стоит с портретами Путина почему-то во время своих протестов. Все видно, откуда это растет. И все видно, кто это делает. И Европа продолжает кричать. И опять же, значит, эти протесты мы видим, что они организованы. И в Махачкале они организованы, и в Индии они организованы, и по всем главным каналам. Вдруг вот такая вот защита Палестины и Газы. Газы. Этот кусочек микроскопической земли, где могла быть застроена гостиницами и резортами. Миллиардный кусочек земли. Туда миллиарды были инвестированы всеми. Но они решили из этого сделать ад. Они метро построили за то. За место того, чтобы сделать рай на этом месте, они создали там ад за наш счет. И мы продолжаем это делать. Продолжаем защищать что? Мне это непонятно. И мне непонятно, почему такая... Серебряница. Помните такое место? Где произошел геноцид мусульман сербами? Да. Ни одного протеста не помню. Помните хутутутсис? Кто кого машетим детей рубал на куски? Помните? Помните, какая страна это была? Вот сидел из рядовой человек, не помнит, не знает. Не помнит, кто ли хутутутсис, то ли тутсис хутутсис. Да, и кто кого резал, и кто не помнит. И в какой стране, я напомню, Раванда страна называется? Ни одного протеста. Ни одного. Ну, сейчас в Украине происходит убийство нации. Ни одного. А здесь? И кто это делает? Хамасовцы? Юрий, можно я свои пять копеек вставлю? Есть такая страна Азербайджан, и есть там такое место, называется Карабах. И вот я через два месяца после освобождения был там и был в городе Агдам. И возле этого города Агдам находится древнейшая мусульманская святыня. Там медресе, там небольшая, там захороненные, очень важные, так сказать, для мусульманских религий, так сказать, праведники. Так вот, там все было разрушено и превращено в свинарник. То есть там несколько метров свиного дерьма потом выгребали, когда освободили. Я не видел ни одного протеста, ни одной мусульманской страны. То есть как-то все это прошло по-тихому. Это все, я говорю, вот сербы резали, вот как насчет Алеппо, миллионы людей, Сирия, где иранцы убили, миллионы мусульман. Ничего страшного, и Россия там участвовала. А если мы тамагавками по ним замочили 40 предыдущих президентов, напомню, то все про нет, вот это не годится. Так вот, получается, если решать вопрос с газой, ну, во-первых, сегодня объявлено, что Блинкин тут побеседовал с Махмудом Абазом, но не сегодня, вчера это было. И тот впервые, так сказать, проблеял, что вообще-то он готов взять на себя ответственность за газу. Он вообще не может взять на себя ответственность, чтобы за пределы Ромала выехать без согласования с израильскими спецслужбами, иначе его просто сразу замочат свои. А он уже собрался брать ответственность за газу. Так вот, как газой-то управлять? Ну, хорошо, дадут ему ответственность, но единственным, на мой взгляд, единственным выходом это являются египетские войска. Потому что они там быстро начнут резать всех подряд, и никто слова не скажет. Вот, как вы правильно сказали, ни одной демонстрации не будет. Так вот, дело все в том, что Израиль должен отойти от этого. Я так считаю. Это не израильская проблема. Это должна быть проблема арабского мира. Арабы, в основном, все уже поняли, особенно от предыдущей администрации, заключали мир с Израилем. Когда говорили, что переведение в посольство, это начнется Третья мировая война, ничего не было. С Израилем начали мир, уже почти что Саудовская Аравия подписала. Все было хорошо. Сейчас это должно быть проблемой арабского мира. Это арабы, они говорят на арабском, у них та же религия, это один генофонд, это одни и те же люди. Почему Израиль, это израильская проблема, я не могу понять. Все, Израиль отделился стеной от этого, это ваша проблема. С чего вы лезете туда? Блинкин должен разъезжать по всему миру и сказать, решайте эту проблему, это ваша проблема. Иначе никаких грантов, иначе ничего в ООН. То, что делал предыдущий президент, это не я придумал. Когда он урезал всю помощь, когда он перестал финансировать в ООН все эти пропалестинские организации. И все, и все начали решать эту проблему. Пришла новая администрация, вернула все деньги, забрала еще деньги у Украины, 280 миллионов, и дала Палестине. И началось, ну и конечно же Ирану, сразу помощь России, пожалуйста, делайте что хотите. Мы демократичны в этом отношении. И понеслось, и началась война против Трампа, против Натаньяху. Ну, с ними воевать надо, а не с теми, с врагами, которые сидят, и правда это финансируют. Поэтому надо смотреть правде в лицо, как любят говорить по-русски, и понять, где сидят настоящие террористы. В Белом доме сидят настоящие террористы. Как насчет этого? Вот скажите, ни один, ни в одном эфире это не скажет. Что в Белом доме финансируется это все. В Белом доме разъезжают и говорят, надо решить с палестинцами. Надо палестинцам, надо переменять. Арабы уже ему говорят, нет, не надо. Кончать надо тут. А они говорят, нет, надо все равно, надо продолжать это. Иначе же цены на нефть опустятся. Цены на нефть опустятся. Что же с нашими друзьями в Иране будет, когда иранцы тоже восстают, там в Иране уже что-то взрывается. Ждут нашей поддержки. Древнейший народ, образованнейший народ, культурный, захваченный уже в заложнике 40 лет. Все время просят, помогите нам восстать, помоги. Иранцы здесь, в Соединенных Штатах Америки ходят. Вот иранцев вы не увидите на этих протестах. Ну, на Западе. Ни одного иранца нет там. Потому что они понимают, о чем идет речь. В основном это белые дети, которых возбудили в университетах. Поэтому надо понимать, где сидят речь. В Белом доме, в Кремле, в Ригане. И менять. Если не поменяем, то вам... Но менять-то вам надо. Менять-то вы будете. А без вашей помощи это как произойдет? Если вы все кричите, нет, 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 нет. Нет, только не его. Лучше пусть нас арабуют. Знаете, я когда служил в Польше, там книжку я читал. Я видел этих поляков тоже, вот разговариваю с ним. Они говорят, было такое. Было, когда шло восстание против немцев. Варшава восстала. И было до этого, еще за два года до этого было восстание в гетто. Многие поляки говорили, да. Их вели, их сажали в концлагерь, их сажали в Освенцим. Они говорят, да, немцы ужасные люди. Немцы ужасно, что они с нами творят. Они из нас скот хотят сделать, из поляков. Но зато они от евреев избавляются. Вот за это им спасибо. И вот тут то же самое. Но главное, чтобы не Трамп или не Таньяху. Вот эти два, от них избавиться, и все. И в мире будет все хорошо. И до сих пор это продолжается. Этот психоз по всему миру. Психоз по всему миру идет. И сейчас Зеленский якобы пригласил Трампа в гости. Вчера вышел также доклад, что из шести Суинг-Стейтс в пяти лидирует, если сегодня бы было голосование Трампа, выиграл. В пяти лидирует Трамп в этих главных штатах, которые туда-сюда. И вот Зеленский уже как бы якобы его пригласил к себе. Ну, к Зеленске что его пригласил? Он не может никуда ехать. Он в судах торчит все время. Его по судам затаскали. Невыездной он. Ну, это все атаки идут, продолжаются. Кстати, по американским законам он может участвовать в президентской гонке, даже если идет в тюрьме. То есть это не запрещает. А потом помиловать себя. Да, сам себя помилует. А вот у нас же, смотрите, у нас же суд присяжных заседателей. Так чем американский весь народ, не присяжные заседатели? Вы истините перед американским народом. Какие обвинения? Если он guilty, be unreasonable. Дал. Если он где-то нарушил, дайте ему штраф. Что же вы хотите его звать? Пусть американский народ решит, виноват или не виноват. А решит это американский народ через голосование. Только голосование проведите честно, а не по-коммунистическому. Все будет нормально. Нет. Ну, народ не заменяет суд, конечно. Я с вами осмелюсь не согласиться. Потому что народ не знает всех нюансов. Ну, почему? А что, а присяжные заседатели знают все нюансы? Ну, конечно, присяжные заседатели сидят на этих судебных процессах. Народ же не сидит, не смотрит, но весь народ не будет сидеть. Устройки, устройки. Кто-то же работать должен. Работать должны все равно народ для себя решить. А что это? Вот российский народ же решил, что им лучше с Пригожиным, чем с Путиным. Путин его замочил. Народ решит сам для себя, что им лучше. И пусть народ потом отвечает за это. Народ весь за Путина голосует. Оставьте. С удовольствием. Ну, когда Пригожиным шел, что-то похоже было, что они были больше рады ему, чем Путина. Народ лучше будет иметь дело с бандитом и криминалом, чем с КГБшником. Честно вам скажу, я бы тоже лучше бы имел уже с самым бандитом и дело, чем с КГБшником. Это хуже. Хуже бандитов в мире нет. Чем СС, чем КГБ, НКВД и так далее. Хотел бы еще дополнительный вопрос. Сейчас прошло сообщение, что американцы послали к нам в Средиземное море атомную подводную лодку. Причем такую какую-то очень большую, очень грозную. Это просто так опять для понта Уровского или все-таки они что-то затевают? Да никто не знает, куда ходят ядерные подводные лодки. Что значит ядерные? У нас все подводные лодки ядерные. Но есть две разные. Есть АТАКС, те, которые, есть бумеры, которые несут на себе ракеты с ядерными боеголовками баллистические. А есть АТАКС, которые ищут их. Вы ищут там две разные подводные лодки. Какая из них пришла? Я так понял, что несущее ядерное оружие. Не знаю. По крайней мере, так было. Это одно из самых засекретичных вещей. В этих подводных лодках миллиарды долларов истрачены, чтобы их слышно не было. Чтобы вы не услышали, где она. И тут какое-то, извините, заражение парень очень ценный, сокращенно ПОЦ, пишет, что он знает, где у нас какая ядерная с боеголовками подводная лодка. Не, ну я так понял, что это объявили целенаправленно для того, чтобы показать, что вот мы сюда присылаем. И чего ядерная подводная? Что сблизи? По газе ударит, что ли? Не, ну при чем тут газ? Ядерная боеголовка. Или, по причем, по Ирану? Что прислали два авианосца? Миллиарды долларов мы тратим на это. Два авианосца, тысячи групп. Опустите цены на нефть. Дайте Америке добывать нефть, опять, как это было два года тому назад. И задушите этих двух бесов. Таким образом. О чем говорит каждый день. Как вы выиграете войну? Вы спрашиваете, как вы выиграете войну? Легко. Но цены опять сможете добывать нефть. В Америке мы опять будем самым главным экспортером нефти и газа. И все. Заместо того, чтобы закупать у наших врагов ее. Каким образом вы спасаете экологию, если наша нефть чистая и мы чистую добываем. А эти все добывают, они добывают, что называется, тар. Асфальт они добывают, из него выжимают нефть. И загрязняют все это. Каким образом? Объясните все. Если кто-то может это объяснить. Тем образом мы спасаем экологию. Если мы не добываем нефть, а даем его на Венесуэле, Ирану и России. Ох, три. Ньюсен, наш губернатор Калифорнии, где вообще идет черт знает, что штат вообще скоро отколется и утонет. К чертям собачьим. Заплодили там наркоманы и нелегальные беженцы, так называемые. Одни наркотики, убийства. Жуть, что происходит. Регин ворочается в могиле наверняка. Смотря на свой штат, который процветал при нем. Был лучший штат в мире, как сегодня. Флорида. Что демократы с ним сделали? Сегодня Ньюсен полетел в Китай. Что вы думаете, он полетел в Китай обсуждать? Экологию. Экологию и... Климат. Борьбу с климатом. С Китаем он поехал. Никакие не война в Украине. Не дай бог, там снабжение... Это у него сегодня. Потом пошел играть в баскетбол с детьми. Сбил мальчика. И вместо того, чтобы его поднять, отряхнуть, он его нашлепал. Вот такой у нас демократ. Это и у нас они. И люди... Кто голосует за этих людей? Можете мне сказать? Кто голосует за этих людей? Это вам виднее. Я не знаю, кто у вас, за кого голосует. Это, наверное, вам виднее. Юрий, спасибо. Спасибо большое. Спасибо за этот интересный рассказ. Надеюсь, что все-таки правда победит. И победа будет за нами. Дорогие друзья, я напоминаю, что с нами был капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Юрий Табах. В прошлом командир антитеррористического центра НАТО в Турции. Начальник штаба специальной военной миссии НАТО. в Москве. Спасибо. Подписывайтесь на канал Юрия Табаха в Ютубе. Там очень интересные материалы. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.